Серафима Саровского, нашего всероссийского святого и чудотворца, известного по всему миру молитвенника и печальника за землю русскую. Действительно свидетельствую, что во всем мире знают его имя, потому что еще только в начале 90-х годов, когда было прославлено вновь имя этого святого отца и мощи преподобного были принесены в Богоявленский кафедральный собор Москвы, а потом возвращены вместо Дивеевской обители, то, пребывая за рубежом, можно было видеть, как особенно в греческих странах наши православные братья знали о преподобном Серафиме, читали и ставили в пример этого святого отца, указывая, что и в их стране тоже есть такие же подражатели величия Божия. И имя этого святого по слову евангельскому о том, что светильник не ставят под спудом, а наоборот эту свечу ставят высоко в доме, чтобы она светила, также и имя, и чудеса, и славу этого преподобного отца мы видим во многих уголках нашего Отечества и далеко за его пределами. Каждый из нас, так или иначе, но в своей жизни уже побывал в Дивеево, и мы видим, что эта лавра вся появилась благодаря Божьему промыслу, покрову Царицы Небесной и особыми трудами преподобного Серафима. Чудесным образом появился этот удел, четвертый удел Пресвятой Богородицы в нашем Отечестве. И неоднократно Царица Небесная являлась этому преподобному отцу, как и некогда преподобному Сергию. Потому что сбываются слова самого старца Серафима, когда Он сказал, что благодать Святого Духа в наше время такая же обильная, как и во времена древние. И только мы сами или своей леностью, а чаще своими грехами, закрываем возможность Богу действовать в нас. Но эта благодать существует, и те, кто находит силы и волю жить по Богу, могут ощутить эту благодать и в своей жизни, сообразуясь с заповедями Божьими, идти по светлому пути. И в знак этого слова, в подтверждение, один из свидетелей проповеди преподобного Серафима видел явно, как благодать Божия почивала на этом преподобном старце. Поэтому он своей жизнью, своей молитвой, истинным и искренним покаянием и очищением сердца не только показал, что и наши времена нужны и достойны, и довольны, чтобы и в них явилась сила Божия, но и как в древности, и как при преподобном Сергии, когда наше Отечество терпело особые стеснения, как и во времена смуты, наш народ не уклонился от веры в Бога, и в более поздние времена, когда, казалось бы, суета совершенно поглощает наше время, всегда есть возможность жить с чистым сердцем и следовать за Богом. Поэтому, как и в древности, так и преподобному, являлись ему святые, и особенно Царица Небесная, которая однажды сказала, «Сей от рода нашего». То есть он достойный небожитель и служитель в Царстве Небесном. И не только его личный подвиг важен для нас сегодня, но важна и молитва, которую он теперь совершает за наше Отечество. Потому что смутные времена прошли, атеизм отступил, и сегодня человек свободно может приобщиться к спасительному служению Церкви Христовой. И ту благодать, которую проповедовал преподобный, сегодня также обильно действует в нас, особенно здесь, в храмах Божьих, где мы не только возносим наши молитвы, но и участвуем в таинствах Христовой Церкви, через которые обильно нам подается та самая благодать, которую стяжал преподобный Серафим в своей жизни. И вот эта единая линия, преемственность и красота нашей духовной жизни, которая идет от чистоты веры, она дает нам и сегодня множество поводов для того, чтобы мы жили благочестиво. И сегодняшнее наше торжество в честь преподобного Серафима, это не только доказательство того, что Он по всей нашей земле является любимым святым, но и возможность нам через эту молитву осветиться и направить свои стопы по путям жизни, изменить что-то в своих делах, чтобы они были добрыми, научиться прощать, смиренно молиться, принимать от жизни необходимые трудности, преодолевать их и достойно шествовать по пути христовых заповедей. И как мы видим, если воля наша и желания будут расположены, то немерою дает Бог Духа, и каждому, кто ищет, находит, и каждый, кто стучит, отворит Ему Господь. И как мы сами, зная, что являемся храмами Духа Святого, так и нам Он даст освящение, чтобы наши храмины, наша внутренняя, наша душа всегда тоже были тем же светом, который имел преподобный Серафим в своей жизни. Достаточно было несколько кротких его слов, достаточно было одного приветствия, «Радость моя, Христос воскресе!» и уже человек воскрешал душою, потому что он чувствовал не просто эти слова, как знак признательности тому историческому событию, совершившемуся много тысяч лет назад, но как реальную жизнь сегодня, понимая, что Христос воскрес и был на этой земле ради нас, дал нам все необходимые средства для нашего спасения, чтобы мы умели убегать от греха, побеждать зло добром. Все эти силы есть в нас, и мы можем достойно идти по путям жизни. Прославляя преподобного Серафима, мы молимся Господу, чтобы Он дал нам много в Отечестве таких звезд, таких светильников, которые по-настоящему светят этому миру нелицемерной любовью, правильным отношением к людям, через милосердие, через воспитание Духа, через добрую молитву, через устремление своей души к Богу. Мы хотим, чтобы наш народ имел ту же соль, которую когда-то Он имел в XVIII и в более ранних веках, когда вера Христова сияла в сердцах наших соотечественников. Будем же молиться, чтобы люди взирали на пример преподобного Серафима и открывали свои сердца Богу. Может быть, мы, грешники, не всегда даем пример благочестивой жизни, но мы указываем на тех, у кого получилось, кто смог доказать еще и еще раз нашему народу, что все в наших руках и спасение, и погибель, все в нашей воле, все в нашем намерении и желании. И если мы направим свои стопы на правильные пути, то и Господь поможет, и благодать будет, и сила появится, и молитва будет добрая, и дела будут строиться, и все в нашей жизни придет в тот самый правильный, гармоничный строй, в котором мы и должны пребывать в этом мире, предвкушая Царство Небесное. Я поздравляю всех вас с этим прекрасным праздником. Благодарю, что мы сегодня вместе помолились, пусть в будний день, но очень емко и твердо, уповая на Господа, и надеясь, что он через наше усердие, которое мы сегодня совершили ради преподобного Серафима, стремясь сюда в храм прославить этого дивного старца, и нам Господь даст немножко от света и силы этого святого отца. Не так далеко от нас Дивеева, поэтому мы сегодня согласно с другими храмами, соборами, монастырями прославляем имя нашего любимого подвижника Благочестия. А в нашем храме строятся, в нашем городе строятся два храма, которые посвящены преподобному Серафиму. Не очень просто этим общинам сегодня созидать. И мы молились за божественные литургии, чтобы Господь укрепил их, дал им не только материальные средства для завершения строительства, но дал и силу отстаивать святое православие и знать, что Господь всегда поддержит тех, кто на стороне правды. И верю, что преподобный Серафим является покровителем и нашего города, ибо отсюда будут высылаться и уже высылаются молитвы к Нему. И уповает наш народ на Него, что Он не оставит нас, как не оставлял и своих Дивеевских сестер, как не оставлял родную обитель, и всегда и в однеземной жизни, а наипаче по смерти, помогал и помогает нашему народу. Будем же молиться и помогать строительству этих замечательных двух храмов в нашем городе, чтобы Господь укрепил строителей, а нам дал счастье и возможность молиться в этих храмах, которые поистине будут украшением нашего города. С праздником поздравляю всех вас! Храни вас Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо! Спасибо!